Восточный экономический форум Восточный экономический форум не поедет. Масштабное мероприятие пройдет во Владивостоке в конце этой недели. Как сообщили телеканалы РБК Пермь, в Пермской торгово-промышленной палате организованной бизнес-миссии от нашего региона на полях форума представлено не будет. В прошлом году на мероприятие было заключено контрактов на сумму свыше полутора триллионов рублей. За два месяца компания «Уралкали» выкупила более трех миллионов своих акций. Начиная с середины мая в рамках программы выкупа ценных бумаг компания приобрела уже более 30 миллионов акций. Это составляет чуть более 1% от уставного капитала компании. По итогам полугодия практически все финансовые показатели снизились. Негативно сказалась ситуация на мировом калийном рынке. Так, в первом полугодии цена на калий сократилась на 22% до 188 долларов за тонну. Накануне появилась информация о том, что компания заключила контракты с Индией и Китаем о поставке своей продукции. Точную стоимость предприятия не раскрывает. По мнению аналитиков, это может быть связано с тем, что компания заключила сделку не на самых выгодных для себя условиях. При этом аналитики отмечают, что компания не оставила намерение стать частной. На рынке остается более 7% акций предприятия. Они могут ее дальше продлить, могут наоборот после окончания программы приостановить покупку и пойти по пути принудительного выкупа, сильно уронив цену. На рынке есть два мнения. То есть одно мнение, что акции могут сильно обвалиться, другое мнение, что они могут подрасти выше 200 рублей. Пока это 50 на 50, я бы так сказал. Согласно полугодовому отчету, Уралкали увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост произошел из-за курсовых разниц, прибыли от которых составила более 700 миллионов долларов. Большая часть долга компании номинирована в американской валюте. Таким образом, сумма снизилась вслед за укреплением рубля. Отрицательную динамику также показывает производство. По сравнению с прошлым годом хлористого калия произвели на 600 тысяч тонн меньше, на 700 тысяч тонн упал и общий объем продаж. Продажи автомобилей в классах B и C субкомпактные и компактные могут вырасти на 15-20%. Пермские автодилеры будут предлагать новый продукт, способный резко, по мнению экспертов, увеличить спрос. Правда, перекос может уйти в одну из марок. Корейская компания Hyundai решила запустить новый инструмент продвижения одной из своих моделей. Для покупателей Solaris предлагают бесплатный полис Каско. Об этом говорится в официальном сообщении производителя. На сегодня компанию в Перми представляют два автодилера. Уралавтоимпорт и Silver Motors. Каждый месяц в Перми продают больше сотни таких автомобилей. По мнению специалистов, эта доля может вырасти. И корейским производителям удастся перетянуть клиентов в сегменте автомобилей класса B и C. У главных конкурентов Renault, Kia, Volkswagen и Skoda. Сейчас нет такого роста рынка, сейчас есть падение. Но так или иначе, каждый продукт способствует перетеканию одних клиентов с одного бренда на другое. Поэтому я думаю, что просто другим дистрибьюторам придется задуматься, что же они могут дать дополнительным клиентам. Подобную акцию уже запускал автодилер Datsun. Сильного эффекта в Перми она не дала. Сейчас в краевом центре корейский производитель вообще не представлен. Ближайший дилерский центр находится в Екатеринбурге. В продолжение темы. Компания Saturn Air стала новым официальным дистрибьютором автомобилевого бренда Kia в Перми. Как сообщает коммерсант Приками, холдинг Александра Репина выкупил автосалон у компании DaFafto. Сумма сделки составила 150 миллионов рублей. Среди возможных причин продажи называют финансовые проблемы DaFafto. По словам новых владельцев, автоцентр Нагиров Хасана продолжает работу в прежнем режиме. На сегодня в Перми есть еще два автосалона марки Kia. Оба принадлежат компании Vega Motors. Рубль ослаб на открытии торгов на московской бирже. Доллар его прибавили 14,5 копеек соответственно. Лучшее предложение по покупке доллара к этому часу в БКС-банке за 64,70. По продаже в актив Капиталбанке за 64,99. Самое выгодное предложение по покупке евро также предлагает актив Капиталбанк 72,45. По продаже Форобанк 72,70. Далее о погоде. Оставайтесь на РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова